Этот метод вызывает и у вас в первую очередь, он сначала вызвал что такое, что с этим делать, как это, как это. Но тем не менее, когда вошли во вкус и когда вы уже попробовали первый и второй раз, уже стало интересно. Идея создания педагогического класса заместителю директора по воспитательной работе Анни Таранова пришла внезапно. По завершению прошлого учебного года во время разговора с детьми в классе, в котором она является руководителем, выяснилось, что многие из них после окончания школы раздумывают о поступлении в педагогический вуз. Именно этот момент и стал решающим. И уже с сентября ребята стали изучать азы педагогического мастерства. Примечательно, что все они склоняются к разным факультетам. Например, Роза Карпенко хочет связать свою жизнь с иностранными языками. Я никогда не думала на самом деле над профессией учителя и задумываться. Начала уже в классе девятом, ближе к сдаче ОГЭ. Я учу языки английский и китайский. Английский на протяжении семи лет, а китайский на протяжении пяти лет. И однажды у меня был опыт в проведении урока английского языка. И мне очень понравилась работа с детьми. Педагогический класс этот помог нам побывать в институте, в КГПУ имени Астафьева в Красноярске, где мы вникли в работу именно моего факультета, где я вникла, как обучают, где у нас были активности, которые помогли нам, как понять детей, как с ними работать. А вот Елизавета Лисовская больше склоняется к профессии не педагога-предметника, а психолога, чтобы в будущем помогать детям. И как сама она признается, менее чем за полгода посещения педагогического класса она уже успела набраться незаменимого опыта. Есть такие дети, которые, как бы сказать, они молчат о своей проблеме. Есть такие психологи, которые сразу же видят проблемного ребенка, и они сразу же начинают с ним работать. Вот и я хочу им помочь, чтобы им не было так тяжело. А так я проводила уроки. Получается, меня наш школьный психолог будет тоже забирать, и я буду помогать проводить уроки. То есть там с коррекционными классами, с обычными. Просто я сейчас нахожусь как бы в таком положении, то, что ко мне обращаются, я помогаю. То есть я уже, можно сказать, работаю психологом. В рамках педагогического класса ребята изучают специальные дисциплины, такие как возрастная психология, педагогическая практика и предмет «Путь в профессию». Кроме офлайн-занятий, ребята также проходят онлайн-обучение на базе Красноярского педагогического университета. А по окончанию двухгодичного обучения все они получат сертификат, который будет давать им возможность льготного поступления в педуниверситет. Это дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ. Также мы уже ребят свозили на дни открытых дверей, то есть на филологический факультет, факультет иностранных языков, свозили на физкультуру и русский язык и литературу, отделение филологии. И в общем-то дети довольны были, посетив, я думаю, еще больше им захотелось поступить, потому что эмоции зашкаливали, они мне голосовые присылали, там рассказывали о том, как было интересно, было методом погружения, можно было прийти на лекции, можно было поучаствовать в мастер-классах. То есть педагогический университет нам такие возможности дал. Кроме того, в ближайшее время ученики данного класса посетят еще и Каннский педагогический колледж. В этом году в профориентационном классе обучается 18 человек. Но Анна Таранова не собирается на этом останавливаться и планирует, что в ближайшие несколько лет данное обучение станет доступным и для ребят из других школ города.